Молодые и перспективные люди, получившие почетное место в списке кадрового резерва нашей области, а это порядка 70 человек, стали участниками встречи с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко и помощником президента, инспектором по Брестской области Валерием Вакульчиком. Диалог между руководителями и преуспевающими в своей профессиональной деятельности людьми был разноплановым и информативным, ведь формирование резерва – важное условие эффективности государственного управления. Сегодня и многие работники облсполкома – это выходцы из всего того резерва кадров, которые сегодня – это первые заместители. Это, так сказать, в социальной сфере у нас, в администрации, в райисполкома. По памяти 10-15 человек можно называть, которые за 5-6 лет пришли к уровню первого заместителя губернатора или заместителей, так сказать, вообще в принципе отделов и управлений. Но для того, чтобы достигнуть таких результатов, необходимо не словом, а делом доказывать свою способность брать на себя ответственность и вести людей за собой. Только симбиоз опыта и знаний позволит стать успешными специалистами и управленцами. Ибрестская молодежь стремится повышать квалификацию, чтобы в будущем ими стать. Важнейшая задача – работать с кадрами, чтобы люди были счастливы, чтобы помочь найти свое место. Это в школе с вами занимались, в университетах занимались преподавателями. Кто-то подскажет что-то, где-то ты сам будешь искать. Затем здесь, вот почему я говорю, что повезло, потому что здесь с вами работают кадровые работники. Они тоже смотрят и оценивают уковы, условности и предлагают обозначать какие-то направления. С одной стороны, вы пытаетесь понять, что вы можете и где ваше предназначение. С другой стороны, те, кто с вами работают, пытаются разобраться, исходя из потребностей, то, что нужно государству, нужно области, региону, какое наиболее рациональное ваше применение вас. А потому совсем неудивительно, что люди, находящиеся в кадровом резерве Брестской области, опора, которая ляжет в основу формирования вертикали власти. Это те молодые люди, которые впоследствии будут достойны смены нынешним управленцам, станут у руля предприятий и организаций. Сегодня они показывают свои работы и что могут справиться с поставленными задачами. С 2017 года я возглавлял в молодежный парламент города Бреста, а позже, сложив свои полномочия, стал секретарем первичной организации БРСМ Брестского государственного технического университета. Это и позволило мне стать замеченным среди своих сверстников и коллег. Моя активная жизненная позиция и интерес ко всему тому, что происходит у нас и в стране, и в области, и в городе, наверное, это основная причина, почему я захотел попасть в перспективный кадровый резерв. На встрече с молодыми людьми Юрий Шулейк, руководитель региона, отметил, что время требует подготовленных и грамотных специалистов, готовых выполнять поставленные задачи. В Брестской области сформирован штат таких работников в различных сферах – промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, но всегда есть к чему стремиться. Мы сегодня, как губернатор или мои заместители, мы ездим, мы учимся, мы общаемся со своими коллегами. Нам определенные моменты передачи своего мастерства, вышестоящее руководство. Нам постоянно дают методические указания, в каком направлении работать, как работать. И сегодня, ну, просто сказать, прийти, я готовый, да, ну, это неправильно сказать. Я должен приходить, учиться и начинать. Такой дельный совет получили молодые люди от председателя Брестского облсполкома Юрия Шулейка, который обязательно пригодится им в построении их будущей карьеры. Продолжение следует...